На каникулы за границу. В первой гимназии уже четвертый год существует практика проведения так называемых каникулярных школ. Это когда учеников по окончании четверти вывозят в образовательные центры в Белорецке и Екатеринбурге. В этот раз гимназисты впервые побывали и в Финляндии. И в общей сложности обучение в таких выездных школах во время весенних каникул прошли 50 человек. Для чего нужны такие поездки, а также что интересного и нового узнали гимназисты в нашем следующем материале. Сильно отличается от России тем, что кому не подойдешь на улицы, все разговаривают по-английски. То есть иностранцам там очень легко, английским все свободно владеют. А в целом, продолжает шестиклассник Артем Лындов, Финляндия и Россия очень похожи, хотя бы пейзажами. Поехать на весенние каникулы в эти нежаркие края он решил для того, чтобы подтянуть свой английский, разговорный. И это у Артема получилось. Все-таки готовили проекты, проходили всевозможные практикумы, да и в общем-то жили в образовательном центре, который называется «Школа межкультурного диалога». Мы как бы не учились, а общались. Главная цель этого проекта была сплочиться. То есть нас разделили на группы так, чтобы в каждой группе было как можно меньше знакомых людей, чтобы человек старался познакомиться с другими людьми. Мне очень понравилось обучение, мне понравился сам процесс. Во-первых, учителя были просто великолепные. У нас было три русских учителя и два английских преподавателя. Это Энтони Шоу и Катя Элкук. Они как бы, у них смешанная кровь, они наполовину финны, наполовину англичане. С ними было очень интересно и легко вести диалог. Обычно у англичан быстрый темп, разговорный темп. Они старались более медленно и понятно. Хоть и не за границей, но тоже познавательно и интересно. Было старшеклассникам, которые ездили в Екатеринбург, в Уральский государственный экономический университет. Кстати, родителям этих гимназистов платить ничего не пришлось. Спонсорскую помощь оказали социальные партнеры образовательного учреждения. У нас было четыре пары. Мы просто сидели в университете до пяти часов. Потом шли на культурные мероприятия, посещение театров, разных кино. Но прочувствовать, как это учиться в университете, чтобы потом, когда ты пришел на первый курс, не было какой-то паники, волнения. Мне это очень помогло. Мы встретились с послом Бенина в России. Это Габриэль Качев. Это очень открытый человек. Он постоянно задавал нам вопросы, ждал от нас вопросов. Старался с нами вести диалог. Он рассказал о том, как важно учиться. Рассказал свою историю. Он приехал из африканской страны в СССР учиться без ничего буквально. Плодотворно пролетели 10 дней и в Белорецке на базе Уральской экономико-компьютерной школы. Туда ученики ездят, чтобы углубленно позаниматься английским и математикой. И им это удается. По итогам обучения в гимназию ребята всегда привозят дипломы. Со следующего года мы планируем расширить спектр профильных школ, потому что это востребовано детям, это актуально для них. И мы добавляем русскую филологическую школу в Санкт-Петербурге и технологическую школу для физиков и математиков в Финляндии. Выездные школы рассчитаны на учеников с 6 по 11 классы. И преимуществ такого проведения каникул немало. Это и новые друзья, и положительные эмоции, и, конечно, приобретенные знания, подтвержденные соответствующими сертификатами. Ольга Попова, Григорий Куроптев, Новости нашего города.